Количество террористических преступлений в России снизилось в 100 раз. В северной столице под эгидой Межпарламентской ассамблеи СНГ открылась конференция по противодействию международному терроризму. В мероприятии, которое пройдет в Таврическом дворце 18 и 19 апреля, принимают участие влиятельные российские эксперты и более 100 представителей дальнего зарубежья. Открытый диалог между представителями мировых конфессий, главами государств, парламентариями поможет нам лучше понимать друг друга и объединить усилия в борьбе с глобальными угрозами. «Мы уже видим, как общее усилие органов власти, религиозных и общественных организаций нашей страны приносят реальные плоды», отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, открывая форум. И привела вот какую статистику. Количество преступлений террористической направленности в России за последние 10 лет снизилось почти в 100 раз. Построить систему безопасности только для себя невозможно. Необходима совместная работа. Минус. Бортников. С Ближнего Востока в Европу прибыли около 1,5 тысяч боевиков. В свою очередь председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ, директор ФСБ России Александр Бортников рассказал, что существует больше 10 тысяч террористических ресурсов и сотни тысяч аккаунтов вербовщиков, а идеологические установки идут через короткометражки и даже комиксы. Он также подчеркнул, что спецслужбы особое внимание уделяют приезжим, ведь трудовая и гуманитарная миграция остаются главными путями для проникновения террористов в страны Европы. Чтобы эффективно бороться с терроризмом, необходимы действия, которые можно ему противопоставить, уверена председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Пасси Лилиан Мари Паския. По ее мнению меры, которые принимаются сегодня в мире, недостаточны и призвала разработать национальные стратегии предупреждения о радикализации в странах, где это еще не было сделано. Нужны и обучающие программы, которые бы рассказали людям о террористических махинациях. Эксперт также обратила внимание на школьное образование. Школам необходимо учить отстаивать ценности демократии и защищать учеников от террористического дискурса, иначе они могут попасть в ловушки. В целом же, сошлись во мнении эксперты, основная задача сформировать единые правовые стандарты для противодействия экстремистам. Тем временем, Валентина Матвиенко продолжит возглавлять межпарламентскую ассамблею стран-государств СНГ в рамках заседания ее переизбрали на пост председателя организации. Спикер Совета Федерации поблагодарила за доверие и пообещала, что будет с еще большей энергией работать на пользу нашим странам и на пользу той повестки, которой занимается наша межпарламентская ассамблея. Происшествие терроризм Мировой терроризм Законодательная власть Совет Федерации Филиалы РГС Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург